Господи, приветствуем вас! Главный праздник Православного Университета из года в год за молитвой объединяет студентов, преподавателей и выпускников. Всех, чтящих память первого и любимого ученика Иисуса Христа, святого Иоанна Богослова. Всю свою жизнь апостол оставался преданным своему учителю и сегодня считается небесным покровителем богословского образования. Поэтому День памяти святого особенно почитаем студентами духовных учебных заведений. Сегодняшний день, конечно, дорог любому студенческому сердцу, студентам, которые здесь обучаются. Для нас это литургия, это такое общее дело, которое нас объединяет. Конечно, молимся об успехах, но и сами стараемся свои усилия прикладывать. Мы каждый день сидим на парке на Достоевской и у нас стоит скультура Иоанна Богослова. Ты как бы заходишь в наш университет, ты уже сам проникаешься в благость и так далее, потому что при входе тебя встречает как раз Иоанн Богослов. Ощущение, что место учебное все-таки немного особенное, потому что в других университетах такого нет. Вместе с осенним Днем памяти апостола университет празднует еще одно событие. Годовщину первой божественной литургии в домовом храме апостола Иоанна Богослова. Его для создания приходской общины 13 лет назад передал святейший патриарх Кирилл. С тех пор и появилась добрая традиция совмещать сразу два праздника – День университета и престольное торжество храма. Это один из немногих святых, которым церковь своила имя Богослов. Богослов – это тот человек, который с одной стороны живет так, как нужно, а с другой стороны мудрость стоит и стоит о Боге, так, как это надлежит вообще. И, в общем, для нас это пример, конечно, и для учащихся, и даже для рядовых верующих, в особенности, конечно, для священнослужителей, и для всех тех, кому дорог этот храм, кто посещает этот древний намоленный уже храм. У храма апостола Иоанна Богослова очень интересная история. Он относится к числу древнейших в нашей стране. Святыня им многократно горела и подвергалась разорениям от рук польских и французских захватчиков, но, вопреки всему, ее восстанавливали. И сегодня этот храм – сердце православного университета. Божественную литургию в праздничный день возглавил митрополит Воскресенский Дионисий. Владыка поздравил собравшихся с торжеством, призвав учащихся сохранять молитвенную память о духовном покровителе и верно следовать заповедям Христовым. Господь, в отличие от распространенного среди многих людей мнения, оставил нам заповеди, которые при исполнении их действительно оказывают влияние на человеческую душу. И исполнить эти заповеди доступно для любого человека. И когда мы заповедь Божию исполняем, мы призываем силу Божию в свою жизнь, которая, безусловно, приходит и это чудо совершает. Владыки сослужили как преподаватели, так и учащиеся университета. Богдан – коренной серб. Учится на втором курсе и уже полгода как помогает в алтаре. Признается, что сослужить в столь торжественном богослужении всегда ответственно и волнительно. Что для вас было самым сложным на этой архиерейской службе? Знаете, наверное, ничего такого сложного не было. Но, пожалуй, можно сказать, что особенность архиерейской службы в том, что вместе с архиереем приезжает очень много и подиаконов, и, соответственно, к ним нужно прислушиваться и как-то координировать свои действия. То есть это, пожалуй, главное отличие архиерейской службы от обычной. Празднества продолжились в актовом зале храмового комплекса университета. Приветствуя гостей, ректор Александр Щепков отметил заступничество святого апостола, под чьим покровительством и находится университет. Я всегда, как ректор, опираюсь на наследие апостола Евангелиста Иоанна Богослова, потому что вся его жизнь была построена таким образом, чтобы все, что он делал, делалось во славу Божьей. Мне хотелось бы, чтобы и педагоги, и студенты, и я сам, все, что бы мы ни делали, мы постоянно помнили, что мы все это делаем во славу Божьей. Престольное торжество православного института выдалось благодатным и теплым и оставило много приятных впечатлений. Ярким завершением праздника стало выступление нашего коллеги, ведущего Александра Галицкого. Ведь я после, я и сам, привыкну протоптать тропину, по тем нехоженным местам уже пойду, не глядя в спину. Ксения Аксенова, Михаил Юферев, Андрей Борисов. Телеканал «Спас». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова